Всем привет! Записываю итоговый отчет по аккумуляторам для смартфона Samsung Galaxy Nexus. В тесте у меня приняли участие стандартные на 1750 мАч. Вот у нас расширенные на 2000 и китайские на 3800. Как я тестировал? Тестировал я аккумуляторы в среднем где-то каждый по несколько недель. Я просто скриншотил время работы экрана и средние показания вводил. И, собственно, я вам сейчас про них расскажу. Нагрузка на телефон была большая часть времени. Это просмотр веб-сайтов через Wi-Fi-сеть. Это просмотр YouTube-роликов. Это немного игр, Twitter, почта. И время разговоров где-то около часа в день. Тестировал, соответственно, это несколько раз, каждый аккумулятор. При этом 3G-сеть была выключена и синхронизация была выключена во всех случаях. Яркость экрана где-то была на около 40% и она не изменялась. Стандартный аккумулятор идет у нас, соответственно, с крышечкой такой вот рифленой. Давайте я вам покажу, как он выглядит в сборе. Вот как мы видим, он немного утопает в корпусе. И сейчас мы оденем, давайте оденем стандартную крышку. Аккуратненько все защелкаем. И посмотрим сбоку, что мы видим. У нас, значит, самая толстая часть, это у нас нижняя. А дальше у нас такой идет скос, вогнутость. Преимущество данной крышки, это, соответственно, для любителей тонких девайсов. То есть он реально тонкий. Есть определенный шарм в этом. Крышка не царапается. Среднее время работы экрана составило у него 4 часа. Плюс-минус 20 минут. Если вы будете играть больше игр, то вы можете рассчитывать на 3 часа 40 минут работы экрана. Если меньше игр, больше чтения, что-то там, текста, веб, то 4 часа 20 минут. Это был максимальный результат, который я видел. Таким образом, среднее время это 4 часа. Минус, если вот при активной работе, 4 часов работы экрана может не хватить до конца рабочего дня. Но чаще всего мне не хватало, у меня где-то он часов в 6 вечера уже разряжался. Но это, повторюсь, это при активной работе экрана. При активной работе со смартфоном. Минус, также я могу назвать, что он не очень хорошо сидит в руке. Почему это? Во-первых, мы его когда держим, держим его по бокам. А задняя крышка, так как у нас вогнута, получается, что поверхность ладошки у нас ее не соприкасается. Есть в этом плюс. Точнее, минус. Плюс, как я сказал, это тонкость. Рафленая крышка. Среднее время работы 4 часа. Давайте мы теперь посмотрим... А, также у нас работает здесь NFC-чип. Давайте мы теперь посмотрим на расширенный аккумулятор на 2000 мАч. Давайте увеличу, чтобы... И я сравню со стандартным. Как мы видим, габариты, ширина, высота без изменений. Но у них отличие, это, конечно же, высота. Как мы видим, заметно расширенный аккумулятор толще. Соответственно, у нас идет расширенная крышка. Немного другая, но выглядит она так же. То есть, здесь ребристкая поверхность, один и тот же цвет. Слева у нас для расширенного аккумулятора, справа стандартная. Как мы видим, здесь по бокам немного скошены края. И в среднем где-то она толще, ну, буквально там на один... Ну, скажем даже на два миллиметра она толще. Расширенный аккумулятор на 2000 мАч на ebay стоит около 35 долларов. В комплекте идет, соответственно, аккумулятор, крышка. И у меня был продавец, положил защитную пленку, но это, скорее всего, его. Фишка была, бонус. Забыл сказать, что про настройки самого смартфона, какая была прошивка, какое ядро, какие частота работы. Это все будет в тексте части обзора. Можете глянуть, посмотреть. Ссылка будет в примечании к этому видео. Давайте я одену расширенный аккумулятор. Вставим и посмотрим, как он... Как мы видим, он немного выпирает, опять же, на те же 2-3 миллиметра. И мы сейчас поставим крышку. Все, сейчас закроем аккуратненько, чтобы... Так, все, мы закрыли. Давайте я вам расскажу плюсы и минусы. Во-первых, если мы посмотрим сбоку, как вы видите, у нас нету бугорка. То есть, задняя часть, которая у нас выпирала при стандартном аккумуляторе, да? И с данной крышкой у нас получается одинаковая ровная поверхность. Так. Соответственно, крышка ребристая. Плюсы данного решения. Работает чип NFC. Не сильно увеличивает толщина смартфона Galaxy Nexus. При этом, соответственно, не ухудшается дизайн. Он немного тяжелее весит. Очень мне понравилось, как он лежит в руке. Потому что, как я говорил, в первом случае мы с ладошкой не соприкасались, задняя крышка. А здесь она находится на одном уровне. То есть, если мы возьмем в руки, он удачно все ложится в руку. И его гораздо удобнее держать именно с данной крышкой аккумулятора. Дальше, среднее время... Давайте по автономности. Значит, по тестам у меня получилось, что среднее время это 5 часов 20 минут. И, соответственно, плюс-минус 20 минут. То есть, в случае игры это 5 часов работы экрана. Если больше читать книжек, смотреть сайты, то это максимально у меня было 5 часов 40 минут. Повторюсь, среднее 5 часов 20 минут работы экрана. То есть, получается, где-то приблизительно на час работы экрана мы... Поменяв аккумулятор на расширенный, мы добавили дополнительный час. Соответственно, этого часа хватит вам... Ну, наверняка в 95% случаев, чтобы дотянуть до позднего вечера. 5 часов 20 минут работы экрана. Минус, повторюсь, это цена 35-36 долларов. Но, если брать, покупать его в России, то это он будет стоить больше 2000 рублей. Это единственный один из минусов. Больше минусов я не нашел. То есть, при дополнительных 250 мАч мы получили плюс 1 час работы экрана. Дизайн не ухудшился. Лучше лежит в руке. Чуть-чуть тяжелее. И при том, что он стал тяжелее, его гораздо удобнее стало держать. И он чувствуется в руке лучше. Лучше. Давайте мы теперь посмотрим китайский аккумулятор. Она 3800 мАч. Вот такая вот эта махина. Толщина давайте я сравню с стандартным. Как мы видим, практически в два раза. С расширенным. Тоже видно, что он толще. Габариты, ширина, высота, соответственно, без изменений. Давайте я вставлю, как он выглядит. Установленный на смартфоне. Вот так он выпирает. Это уже во мне 2-3 мм. Это уже кирпичик выпирающий. Сразу скажу, цена данного аккумулятора на EBS составляет примерно 10 долларов. Это вместе с доставкой. То есть, можно и меньше найти. Запишем это в плюс, потому что те же 300 рублей, это очень дешевое решение по сравнению с расширенным аккумулятором на 2000 мАч. Крышка. Крышка здесь идет в комплекте, понятно. Она заметно толстая, толще. Минус крышки, то, что со временем начала стираться эта поверхность. И как вы видите, сначала глянцевая какая-то появилась, а самая нижняя, это у нас просто черный глянцевый пластик. Выглядит, мягко говоря, ужасно. Давайте я вам покажу. Как раз здесь, когда разговариваете, держите рукой. Вот так обычно я держу, поэтому в этом месте он особо и стирается. И также по углам. Давайте я одену крышку, и мы посмотрим, как это все дело выглядит. Вот, смотрите, вот такая вот у нас ракетная установка. Даже его до конца не защелкнул. Вот так. Все. Вот мы одели его. Толщина у нас, соответственно, заметно больше. Ну, практически, не знаю, но практически два раза можно считать. Выступ у нас тут получается такой. При этом стоит отметить, что цвет крышки совпадает с цветом самого корпуса. Единственное, что начинает оно блазить. Есть вариант, если вы все-таки решите брать такой расширенный аккумулятор, это поискать другую крышку другого цвета, другого материала. Он стал еще тяжелее, но это не критично. Вполне комфортно его держать. Еще лучше он стал держаться в руке за счет вот этой вот выпирающей крышки. Заляпался уже. Очень удобно держать в руке. Он выпирает. А в среднее время работы экрана у нас составило 6 часов 20 минут. И плюс-минус 20 минут. То есть, больше час времени, где-то 6 часов 30, через 6 часов 40 минут. Опять же, если будете играть в игры, то можете рассчитывать на минимум 6 часов работы экрана. Это минимум. Соответственно, реальная емкость данного аккумулятора составила где-то 2200-2300 мАч. Из минуса, помимо того, что он стал, мягко говоря, не очень красиво выглядеть, это то, что... И то, что он стал. Это то, что он не... С данной крышкой нет поддержки NFC. То есть, работать чип не будет. Про то, что он удобно лежит в руке, я сказал. Плюс, опять же, это цена его 10 баксов. Время работы 6 часов 20 минут, среднее. То есть, опять же, на час больше, чем расширенный аккумулятор на 2000 мАч. Ну, а в остальном, основное, это вот минусы. Крышка, дизайн, толщи.